Здравствуйте, дорогие друзья, я Фролов Юрий Андреевич, рад вас приветствовать на своем канале в YouTube, блоге, сайтах. И сейчас очень важные три момента о воде, водородных вот этих генераторах. Я вам расскажу вначале два слова. О том, что я ролик уже этот второй делаю, то есть перезаписал, скажем так, первый, вот с таким же начальным обращением. Дело в том, что по причине, по нескольким причинам. Во-первых, я некоторые моменты просто упустил, забыл сказать, это важно акцентировать. Ну, например, вот я не измерил ОВП метром параметры воды до и после, сейчас это сделаю. Ну, а вторая причина, я обещал просто своему бывшему партнеру по вот этим H2 Magic палочкам водородным Скворцову этот ролик удалить, что и делаю. Поэтому вот новый видеоролик. Значит, итак, три момента. Первый, почему я отказался и больше не будем поставлять вот эти H2 Magic, так называемые Magic Stick палочки водородные персональные. Сейчас расскажу. Второй момент. Почему теперь будут вот эти новые с протонно-обменными мембранами фирмы Pyne нового поколения персональные генераторы. Третий момент. Я вам покажу замеры и приборам по измерению водорода и ОВП. Ну, а в начале, и это можно назвать четвертым пунктом, я скажу для тех, кто вообще не в теме, а зачем вообще нужны приборы, зачем менять какие-то физико-химические свойства воды, что такое вода. То есть в двух словах. И давайте с этого, пожалуй, начну, а потом приступим к наглядному, так сказать, пособию. Итак, дорогие друзья, вода, конечно, все вы слышали, это жизнь, основа жизни на нашей планете. Мы состоим на 70%, а дети маленькие даже в большем процентном отношении из воды. И все биохимические процессы идут непосредственно в воде и при участии воды. Конечно, это так. Ну, и также вы знаете, наверное, что вода должна быть чистая. Ну, под этим словом, правда, понимают все, значит, химически чистая, без химии, без хлора, фтора и так далее. Да, это правильно, но этого недостаточно. Потому что в каждой клеточке организма вода присутствует, и процессы биохимические идут в определенных, так сказать, параметрах воды. А это физико-химические свойства. ОВП, например, окислительно-восстановительный потенциал, минус 80-100 мВ, например. Помимо ОВП, существует множество других важных физико-химических свойств, такие, как, например, коэффициент поверхностного натяжения, PH и другие. Я очень подробно в своей лекции о воде, большой, 4,5-часовой лекции, рассказываю про это. Не поленитесь, не потеряйте время зря, не потеряйте, посмотрите это видео, будет по ссылочке ниже. Так вот, говоря о ОВП, это очень важный момент. Так вот, окислительно-восстановительный потенциал измерен в каждой клетке, внутри нее, в нашей любой клетке организма, минус 80-100 мВ. Но попробуйте измерьте вот таким или любым иным ОВП-метром воду из-под крана или из любых бутылок, которые вы можете купить любого фирмы-производителя. И вы убедитесь, что там заряд плюс 200-100-300 мВ. А это значит, на практике, реально, что вода такая, пройдя до каждой клетки, войдя в каждую клетку, через желудочно-кишечный тракт, через кровь, до каждой клетки, она изменится. То есть, на практике это значит вот что. Она просто оторвет эти электроны свободные у других клеток, и будет вода такая действовать. И каждый день она у нас с вами действует как свободный радикал. То есть, это молекула, которая лишилась по какой-то причине одного из парноходящих по внешней орбите электронов, и она уже работает как разрушитель. Она обязана, чтобы восстановить свое, скажем, электрическое поле, вот это энергополе, да, она должна, заряд, она должна оторвать электрон у других клеток. И она работает именно вот как разрушитель. Вот что такое свободный радикал, ну и, конечно, в первую очередь повреждаются клетки, передача наследственной информации там и так далее. Это вообще процесс метоза, то есть, без полувыделения клеток может идти уже с нарушением. Ферментативные функции клетки меняются там, влияние идет в первую очередь, конечно, в клетке уже на ДНК. И тут самые опасные гидроксильные так называемые радикалы, вот как раз их восстанавливают определенные антиокислители. Или антиоксиданты, как их называют. Это витамины, натуральные только, не синтетические. Некоторые минералы, такие как селен, только в хилатной, органической, ионной форме находящиеся. И, конечно, тут самая палочка, что называется, выручалочка, это вода. Но вода с другими свойствами. И если мы, дорогие друзья, будем пить воду, которая, кстати, есть в тех местах супердолгожителей на нашей планете, и их отличие от других людей, от обычных людей в том числе, а я глубоко анализировал эти вопросы, у меня, кстати, есть такой раздел по долголетию на сайте, то вы можете понять и найти, посмотреть эти материалы, что главный фактор там как раз вода, уникальная вода, которая обладает близкими свойствами к клеточной воде. Потому что тогда нам не надо тратить свою энергию, потенциал жизненный на перестройку, изменение этой воды. Вот тут в чем дело, понимаете, какая ситуация. Поэтому у нас есть возможность такая. Да, питание, это все прекрасно, хорошо, здоровое питание, живое питание, великолепно. Но, к сожалению, на нас в данное время действует, особенно для жителей городов, такое количество внешних факторов, выбросы, так сказать, химзаводов, выхлопы машин, солнце, свет даже, хотя этот фактор естественный, но, тем не менее, свободные радикалы образуются. Когда их мало, организм справляется. Наслабленный организм, тем более в городских условиях, конечно, не справляется. Очень много факторов добавилось за последние годы. И поэтому нам без воды, по-хорошему, качественной воды и обладающей свойствами вот этими, антиокислительными свойствами, не обойтись. Итак, давайте посмотрим, что же за прибор. Новый прибор. Но вначале я поясню вам, почему я отказался вот от этих приборов H2 Magic. Значит, вы, конечно, не переживайте, те, кто уже приобрел этот прибор. Он вполне достойный и хороший. Тем более, в свое время это была передовая технология, аналогов которой не было. Но появилась другая, появилась она не так давно, где-то в октябре прошлого 16-го года. Но еще, конечно, надо было все это изучить, испытать и так далее. Поэтому тогда не было возможности предложить сразу то, что является технологией завтрашнего дня, да, еще сегодня. Это невозможно. Так вот, какие недостатки выявились? У части партии, которые были, которые мне поставлял мой партнер, выявились такие дефекты. Некоторые заводские. Некоторые связаны, конечно, еще с тем, минусы данной технологии, что люди, к сожалению, ну, очень поверхностно и халатно порой относятся к эксплуатации данного прибора. Сейчас я об этом расскажу. Во-первых, какие часто были ошибки? Вот, включали, во-первых, не в сеть, где вставляется штатный кабель, вот этот USB, с переходом на microUSB, а просто от компьютеров, ну, что, конечно, не страшно, но нежелательно. Это всего лишь уменьшает в какой-то степени резерв батареи. Но вот, какие были особые проблемы. Вот здесь две грани под 90 градусов, которые надо, втыкать зарядку, вот этот microUSB, под 45 градусов. А люди это делали часто под 90, пытаясь это сделать, хотя, ну, абсолютно очевидно, под каким углом расположена эта грань для штекера. Вот, тем не менее, честно, многие признавались, за что я, конечно, благодарен, что да, вот мы не так делали, поэтому разъем разбивался. Вторая причина и проблема. Вот этот сенсорный экран очень чувствительный, к нему надо пальчик аккуратно прикладывать, и все. Некоторые сжали, давили, и, конечно, могла выходить из строя электроника. Такое было. Значит, третья ошибка. Слишком много воды наливали, стакан, и когда выше, вот этот уровень уже палочки уходил под воду, и заливалась вот эта поликарбонатная часть, то тогда может быть неисправлена электроника. Ну что ж, итак, сенсорные несрабатывания, вот эта проблема, были. Плюс были заводские дефекты, такие как батареи, которые держали мало зарядов. Хотя были такие люди, мне писали, которые аж 60 зарядов держали, больше, чем изначально заявлялось, а у кого-то 2-3. Некоторые сами подпорчивали себе приборы неправильной эксплуатации вначале. Но, тем не менее, эта проблема решается, и если даже у вас имеются вот эти проблемы, но вызванные не вашей, так сказать, виной, а вот изначальной работой прибора неадекватной, то, конечно, по гарантии все приборы будут заменены. Мне так, в свою очередь, обещал мой бывший партнер Скворцов. Но я, в свою очередь, тем не менее, даже иду на перестраховки, и у своего компаньона в Корее запросил, а можно ли заменить, то есть привезти нам такие батареи специфические. Считается, что этот прибор неразборный, действительно, он трудно разбирается, все сделано для того, чтобы только в заводских условиях можно было это заменить. Тем не менее, я думаю, что мы батарейки такие все-таки достанем, пока рано об этом говорить, это еще будет вот не скоро, все-таки при правильной эксплуатации она все равно будет как минимум служить, года два должна. Ну, а потом мы найдем вариант, чтобы никто из вас не остался, как говорится, в накладе и обижен на это. Вот, тем не менее, это вот есть некоторые, которые я сказал, вот проблемы и неисправности, которые могли быть индивидуально у некоторых людей, ну, скажем там, примерно по статистике у одного из 30-40, а некоторые проблемы у одного из 100 всего лишь палочек. То есть, вроде бы небольшая погрешность, но тем не менее, это было. И, конечно, я поэтому, так сказать, коли уже производитель стал выпускать такие приборы с определенными проблемами, сенсорными, качество батареи, да и столько сложностей с ним в плане вот эксплуатации, что я просто решил, что, конечно, уже не стоит. Тем более, в дверь стучалась новая технология. Ну, теперь об этом я расскажу вам. Что ж, давайте о новой технологии. Итак, это вот этот прибор. Фирма Пайна, корейская, кстати. По данным видео, которое вы сейчас смотрите, я выложил ролик, ссылку на ролик, где я веду прямую трансляцию эфир с представителем завода, непосредственно производителя Пайна, где вот мистер Ли отвечает подробно на все вопросы, которые я ему задавал. Обязательно послушайте это, вот уже будет, как говорится, для определенных людей абсолютным доказательством, что непосредственно говорит о своей продукции, вот об этой продукции отвечает своей именем, фирмой, маркой вот этот производитель. Официальный производитель в Корее. Непосредственно мы будем поставлять эти приборы и продавать от этого завода, минуя посредников, минуя всякие, так сказать, накрутки. Поэтому цена его, кстати, у нас самая низкая будет в стране. Это будет 25 тысяч. Есть сайты, которые вы можете даже найти российские, где цена там под 30 тысяч, ну почти без 300 рублей. Вот, теперь. Давайте прям буду показывать вам. Вот открываете коробку, там инструкции. Ну пока она на английском языке, на русском она потом тоже будет переведена, хотя тут так все просто и примитивно, что инструкция по сути не нужна, да тем более я вам сейчас все покажу. Итак, вот такая баночка. Значит, открываем крышку, там стоит удобная задвижечка такая, ее можно вот поставить и пить непосредственно здесь прорезь. Теперь открываем нижнюю часть, что мы видим там, резьбу, которую мы сейчас накрутим на сам электролизный блок. А вот этот блок, я предварительно его из полиэтилена вытащил. Открываем крышку. Под ней силиконовая мембрана, которая защищает от пересыхания электролизный блок. Кстати, на свет, в принципе, можно увидеть там насечку, сетку, состоящую, кстати, из запатентованной специальной... Вот сверху мембрана находится нить платиновая для, скажем, усиления эффекта, эффективности электролиза. У них уникальная запатентованная особая технология протоннообменной мембраны, самая совершенная на данный момент. Значит, вот мы убираем вот эту силиконовую прокладку и теперь накручиваем сюда баночку. Значит, вот одним движением буквально все это делается. Да, сразу хочу сказать, что зарядка очень простая. Вот открываем сзади такую резиновую прокладочку и, если я достану сейчас, то покажу быстренько вам. Вот такая специальная зарядка, она идет в комплекте вот с таким круглым разъемом. Ну и, соответственно, она просто сюда вставляется и все. Сейчас я это делать, конечно, не буду. Так, а теперь давайте сюда зальем воду и я сделаю определенный замер. Эту воду я взял из-под крана до записи прямо. Это у меня артезианская скважина, жесткая вода, примерно 20 жесткостей единиц. Общая жесткость 22 где-то, да, 20. С pH примерно 8,5. У меня очень щелочная вода. Ну, это не суть. Я отвечу, конечно, на вопросы подистиллированные, если водя что делать и так далее. Давайте сделаем замеры. Ну что же, делаем. Вот это pH-метр. Сейчас посмотрим, что тут у нас получается. Значит, вот мы видим ОВП, это ОВП-мета. Значит, вот уже 250, но, в общем, поверьте мне на слово, 270 дойдет. То есть, 270 ОВП с плюсом. С плюс. Вот уже 277. Ну, я измерял, там вот за 280 идет. Колеблется, разумеется, как проходит через фильтры, долго ли застаивается у них. То есть, понятно. Вот уже за 300. Чтобы вы просто видели. 300. Все, хорошо. Дальше уже не будем ждать. Убираю пока ОВП-метр. И давайте измерим водород. Сколько тут водорода в воде. Вот такой специальный, японский, очень качественный, дорогой, хороший прибор. За ним только правильно ухаживать, конечно, надо, но это уже кто этим занимается серьезно. Вот я сейчас вам покажу, что здесь у нас. Вот, представляете, вынужден был сейчас сделать паузу. Думал, прибор сломался. Ноль. Ноль, ноль. Смотрю, разный режим. Уж батарейка, думал, села. Нет, батарейки идеальные. Да тут просто в воде ноль. Вот я вам сейчас просто покажу. Значит, вот измеряю ноль, ноль, ноль. Могу другой режим переключить. Вот ноль. Ну, ноль это в миллиграммах на литр. В общем, ноль. Ничего нет в этой воде. И плюс, запомните, более 300 милливольт ОВП заряд. Итак, мы кладем пока прибор в сторону. Выключаем его. Так, теперь давайте включим электролиз непосредственно. То есть я вот закрою крышкой, закручу, соответственно, баночку и включу. Значит, дорогие друзья, это не сенсорный экран такого типа. Здесь просто простая кнопка силикона пластиковая такая, резиновая, вернее, кнопка. Нажимаем, все. Все, пошла генерация, пошел электролиз. Значит, да, более того, я скажу еще очень интересную вещь, пока он пусть идет, а я вам расскажу. В комплекте идут вот такие переходнички. Ну, к примеру, вот такой. То есть вы можете закручивать вот через эти переходники два типа размера бутылок. Во-первых, бутылку, которая вот литр-полтора со стандартным разъемом горловины или спортивные вот такие бутылочки. Кстати, вот эта бутылка из тритана, кстати, как и этот пластиковый стакан. Ну и, конечно, вот для примера скажу, что вот этот вот я покупал в спортмастере за 1990 рублей. Ну, будем считать, 2000, да? Естественно, оптовая цена ниже, на производстве ниже, но тем не менее, пластик дорогой. Сейчас появились китайские подделки вот этого аппарата, в том числе, Пайна, фирмы, мы сообщим об этом в компанию, да и они знают. Ну, конечно, как всегда, Китай впереди планеты всей. Чуть меняют название, и вроде бы все то же самое, только цена дешевле. Кстати, вряд ли она будет дешевле, потому что технология очень дорогая. Кстати, я вам скажу, что вот та самая протонно-обменная мембрана стоит 10 тысяч долларов за квадратный метр, который применяется в данном аппарате. Это очень дорогая, качественная японская протонно-обменная мембрана. Кстати, а технология такая. Като-танод, идет электрический сигнал определенной частоты импульс, и, конечно, она покрыта платиной, то есть вот титановые пластины покрыты платиной. Плюс дополнительные есть сверху, даже можно увидеть, посмотрев на электролизный блок на свет, значит, вот посмотреть и увидеть такую микросеточку. Это платиновые такие проволоки платиновые, которые на мембране стоят и дополнительно усиливают, увеличивают КПД ее. Что касается, значит, этой мембраны, она сама по себе вечная, то есть там ломаться нечему. Уход очень простой, меня просили об уходе, я скажу. Вот когда-то, если будет хуже идти, вот хуже будут идти пузырьки, нежели как сейчас вы видите на экране, то тогда вы просто наливаете в стакан пополам сок с лимонным соком и водой, да, пополам воды и лимонного сока, и включаете там пару раз на цикл электролиза, выливаете, промываете, все готово. Прекрасно и долговечно будет так служить этот прибор. Ну и можно с лимонным соком, с любой кислотой, небольшой концентрацией. Достаточно лимонного сока, самый простой и хороший способ. Значит, что еще здесь важно сказать. Значит, итак, он весит немного, 250 грамм, всего у меня он телефон 500 весит, такой бронебойный, который не бьется такой специальный. Вот. Он небольшой, в принципе, стаканчик удобен для того, чтобы куда угодно с ним поехать и взять с собой либо целиком прибор, либо есть возможность закручивать специальные, так сказать, здесь заглушечки есть. То есть, в наборе есть все, что необходимо, все, что может потребоваться. Ну, что еще из преимуществ, я скажу. Итак, во-первых, стекло раз. Второе. Сам аппарат имеет хорошую батарейку мощную. И, конечно, здесь электролиз идет мощнее, чем в Magic Stick, но и батарейка мощнее, потому на 10 циклов производитель дает гарантию, однозначно хватит. Ну, а потом надо опять зарядить и опять 10 циклов, пожалуйста, генерируйте. Давайте сделаем замеры. Вот я открою. Прошел у нас электролиз. Все, я хочу вам только наперед сказать, а мы сейчас это проверим, что в отличие от Magic Stick, где надо, как я уже говорил в начале, сразу выпивать эту воду, здесь тоже большое преимущество при закрытой крышке. И поскольку, а я об этом еще не говорил, здесь, благодаря именно протоннообменной мембране, идет чистейший водород без смеси в одном стакане водорода и кислорода, как это происходит в Magic Stick, и по понятным причинам, что электролиз идет в самой воде. Здесь этот процесс разбивается. Нижняя сторона мембраны находится вообще в сухом положении, она с водой не контактирует, и только верхняя контактирует, между катодом и анудом существуют такие маленькие капилляры, по которым и генерируется исключительно водород, который проникает в данный непосредственно стаканчик воду. А кислород стравливается через нижний клапан. Таким образом, мы получаем чистейший, мощнейший антиокислитель, антиоксидант, который, кстати, входит в клетку легко-легко и уничтожает вот эти фактические свободные радикалы, вот эту лаж-группу. То есть, он превращается в воду, то есть, водород в результате реакции по уничтожению свободных радикалов превращается в воду. Некоторые говорят, вот ОВП можно, типа, сделать там с помощью, там, каш овсяных, там, и начинают вот это вот, в чате писать. Это, конечно, очень хорошо, делайте на здоровье, только вы поймите, что ни одним ОВП живым, и не только ОВП является главным фактором, который вот как раз необходим для того, чтобы не было тех болезней, которые приводят различные неправильные процессы в организме, в том числе вот эти окислительные. А водород является самым сильным антиоксидантом на свете. Водород никак вы по-другому не получите, кроме как его генерации, потому что в атмосфере его недостаточно, и, соответственно, есть только источники воды, ну, в природе, на планете сейчас остались их очень мало, единицы, где вода как раз насыщена водородом. И оптимальный показатель около единицы выше один, то есть, миллиграмм на литр. А вот давайте замерим, что получается у нас сейчас. Ну, во-первых, начнем с ОВП, я его включу, прибор, и померяю. И сейчас мы посмотрим, что здесь выходит. А теперь, уважаемые зрители, обратите внимание, я вам показываю. Минус 700 милливольт, видите? Вот, и идет там, в этом пределе. 700, минус 700. Что у нас было? Плюс 300, то есть, на сколько у нас ушел показатель, на сколько мощный этот прибор? Он дал нам на 1000 единиц водорода, то есть, от исходной, и дал заряд минус 700 милливольт. Это мощнейший показатель. Давайте померяем теперь, что же с водородом у нас произошло. Сейчас посмотрим, и я вам покажу. Так, дорогие друзья, смотрите. 1200, и идет дальше. 1200, 1230, там, да? Вот, и будет еще идти немного. А что это значит? Сейчас я переключу, ну, на другой, это в единицах измерения. Вот, 123 миллиграмма на литр воды. Это колоссальные, это 24 показатели, изумительные. Ну, что ж, вот, пожалуй, это главное. Итак, давайте немного подводить итоги. И я вам, правда, знаете, что забыл? А вот я сейчас покажу, что я забыл. Я же не даром, вот этот прибор тут стоит. Где-то за часа два до начала вот этой записи я сгенерировал такую же воду из-под крана, налитую у меня. Я сейчас хочу замерить ее. Просто для интереса, чтобы показать вам еще один очень важный момент. Так, значит, замеряю. И вот, что я вам хочу показать. Вот, два часа назад, вот обратите внимание, к 1,2 идет. Вот, 1, 1 и 6. Значит, сохраняется выше единицы параметры здесь в течение суток. И ОВП сохраняется в течение суток при закрытой крышке. Чего не было, конечно же, и не могло быть с таким процессом и такой технологией, когда идет все в одном стакане смешивания, да, водорода и кислорода. Но это объективно. Поэтому я и говорю, что это новая принципиальная технология, которая, к сожалению, не была еще там в широком, скажем, масштабном применении год-два назад. К тому же фирма Пайна создала уникальную мембрану с высочайшим КПД. Аналогов этому нет. Поэтому я вот хочу сказать, что появляются такие. В прошлый ролик был, и там такой вот один товарищ написал, вот там 7900 где-то в Китае нашел. Ну, посмотрели мы, что он там нашел за 7900 в Китае. Я поражаюсь, вот как можно такое скидывать вообще, не думая головой. Там вообще не мембранная технология, а электролизная. Естественно, там не тритан-пластик вот этот бесфенольный и так далее, и так далее. Потому что, ну, не бывает. Вот я вам так скажу. Цена, давайте, чтобы вообще не говорить, где там, почем вы нашли, да какая разница, где вы почем. Нет, если вы этот аппарат, конкретно этот аппарат, где-то нашли дешевле, только просчитайте, чтобы с доставкой, со всеми делами. А про гарантии я вообще молчу. Так вот, допустим, его цена в Корее 400-420 долларов США. В Японии 440-500 в зависимости там от магазинов. Это там, внутри рынка, внутри страны-производители. У меня цена та же самая 25 тысяч рублей. У нас такая договоренность с непосредственно с заводом-производителем, с фирмой. Поэтому самая низкая цена у нас, она не может быть нигде ниже. Поэтому давайте не сравним. Если вы сравниваете, то хотя бы что-то корректное, то есть с другими приборами, где тоже протонно-обменная мембрана. Давайте так подумаем. А точно ли там титан покрытый платиной? А насколько она мощная, хорошая, качественная мембрана, которая дает ли такие параметры? Значит, третий момент. Вы уверены, что там пластик тритана или это так только? Писулька. Написать-то в интернете можно вообще что угодно. И ответственность за это не нести. Это сейчас легко происходит. Никаких проблем. Потом, значит, есть ли гарантии? Каковы они? Я вам предлагаю посмотреть под этим видео. Еще раз говорю, ролик непосредственно с директором по маркетингу, вот непосредственно этого производителя. Посмотрите мою беседу в переводе, в очень качественном переводе. Убедитесь сами. Это будет вам интересно и ответом на многие вопросы. Теперь, в завершение, что я вам хочу сказать. Значит, с появлением такой технологии я скажу следующее. А, кстати, у вас могут быть вопросы. Ну что, дальше что-то еще будет? Будет. Только что. Я вам объясню сразу. Другой цвет, форма, размер, вес. Что касается принципиальных параметров, то есть количество водорода в воде, больше его не надо, чище он быть не может. То есть принципиально технология не шагнет дальше никуда, потому что есть уже конечные необходимые идеальные результаты. Другие не нужны. Чистые и без всяких примесей абсолютно. Кстати, сразу спросят. Ну а вот, например, вода осматическая, после обратного осмоса, дистиллированная. Что делать? Тогда, дорогие друзья, я понимаю, к чему вы это спрашиваете. Наливайте сюда дистиллированную воду и добавляйте немножечко, чтобы шел процесс электролиза. Например, там какой-нибудь, не будем называть, марки минеральной воды. Там пару колпачков от бутылки. Прям налили пару колпачков или чуть-чуть из-под крана, капельку. А лучше всего лимонный сок. Если он есть грейпфрут, ну лучше лимонный. Потому что это органические, во-первых, там уже минералы в органической форме. Вот чуть-чуть налили, опять-таки же там, ну чайную столовую налиете, не жалко. Вот как пойдут пузыри, все хорошо, отлично. А можно красную гималайскую или аналогичную любую каменную соль добавить, размешать немножечко. Тоже есть такая методика, кстати, лечебная, немножко с солью, да, там минералы. Главное, чтобы была небольшая минерализация. Конечно, лучше, если эти минералы будут органические. Вот уже записав ролик, окончание я решил перезаписать. Почему? Ну, забываешь порой что-то сказать, когда вот вы, дорогие друзья, просите покороче снимать, чтобы короткие были видео. Я уж пытаюсь быстро говорить и четко, и все, что нужно, но порой что-то упускаешь. Вот я замерил вам водород. Помните, вот после того, как, так сказать, два часа прошло, вот сейчас на данный момент прошло более трех часов. От момента, когда я активировал эту воду, ну и где-то час с небольшим, примерно час, вот когда эту воду, тут открытая крышка, тут закрытая. Давайте я померяю ОВП и вам покажу. Давайте померяем здесь, как изменилось через три часа от активации воды ОВП здесь. Сейчас я покажу. Так. Вот давайте я вам покажу. Вот вы видите, практически 600. Она постепенно, вот, 570, 579, там, и так далее. В общем, в районе около 600 милливольт. Ну и посмотрю здесь. Ну, естественно, здесь вот растет уже 650 и дойдет, вот, 660. В общем, где-то 660. Значит, о чем это говорит? О том, что очень медленно электроны уходят из воды, что вот эти свободные электроны, это мощнейшие антиокислители, в том числе, помимо водорода. Они будут у вас присутствовать даже сутки. Конечно, будет плавно уменьшаться их количество, тем не менее. Кстати, есть такой очень хороший способ оживить овощи и фрукты. Кстати, когда вы их сорвали с огорода или там съели сразу, это одно дело. Там и вода самая лучшая, какая только нужна организму. Это идеальное питание только вот фруктами, овощами, сорванными сразу, ягодами съеденные сразу же. Ну, такие возможности есть очень мало у кого. И потому, если замерить воду из фрукта, овоща, который пролежал сутки, двое, а уж я не говорю про недели, там ОВП неотрицательный. Но главное ведь еще, про водород я вообще молчу. Его там нет, как в той воде, которую мы пьем, собственно говоря. Но мы можем активировать. Вот как сделать. Сделать генерацию и вылить вот эту уже минус там 700, а у кого-то это будет 800-900 мВ, у кого изначально вода плюс 100 заряд. Так вот выливаете прям миску с этими овощами, фруктами, и 10 минут буквально вода там, внутри овоща, фрукта, перейдет заряд к ней. Она будет уже с отрицательным ОВП. Ешьте уже эти живые, так сказать, ожившие фрукты, овощи, плоды. Теперь давайте кратко, быстренько еще некоторые вопросы, буквально совсем. Вот человек пишет один, что прекрасно свершилось новый мини, так сказать, аппарат с протоннообменной мембраной. Они только большие появились. И это великолепно. Ну, действительно, это так. Значит, вот и просят, как вот им ухаживать. Что я сказал? Кстати, первым делом, когда вы приобрели, к вам приехал этот аппарат, да, возьмите и зарядите сначала вот этот вот электролизный блок, то есть аппарат сам хорошенько часа 2-3. После этого пользуйтесь, как я уже говорил. Далее. Спрашивают про ПАЖ. Сдвигается ли куда-то ПАЖ? Нет. Как раз в данной технологии с протонами номера ПАЖ не меняется, не сдвигается в щелочную сторону. Это хорошо, потому что у некоторых вода и так 8-8,5 ПАЖ. Куда еще сдвигать? Более щелочную делать. Но если у вас регион с очень кислой водой, добавляйте просто минералы. Те самые... Кто-то соль каменную добавит, кто-то сделает, пожалуйста, соды немножко, чтобы ПАЖ стало более щелочной, если вам это нужно. Теперь. И, кстати, дорогие Зареи, ПАЖ вы сдвигаете всегда, едите нормальную пищу. Ешьте, вернее, ешьте овощи, фрукты живые, и у вас будет ПАЖ как раз щелочная, нормальная. Ну, естественно, щелочная вода, ну, слабо щелочная, где-то от 7,5 до 8,5 примерно, да, пить можно постоянно. Так, теперь кипячение. Если вы кипятите воду, либо используете воду после обратного осмоса, то в таком случае сделайте, как я говорил, с лимонным соком то же самое с кипяченой. Если с кипяченой вода у вас, скажем, только что вскипятили, конечно, заряд пойдет, потому что минералы еще не все упали в осадок. Но лучше такую воду не пить, для почек вредно, поэтому уж тогда пусть она полностью выпадет в осадок, и эта вода будет практически как дистиллированная, тогда делайте, как я уже говорил, лимонный сок капать и так далее. Значит, теперь вот такие вопросы пишут, знаете, присылали под данный ролик старый, что вот где-то в Казахстане кто-то, где-то в Беларуси вот такой-то аппарат, не будем называть, полторы тысячи, тысячи семьсот, и типа с таким вот этим, знаете, подколом, типа. Так то же самое, мол, что я, знаете, я поражаюсь, хочется очень грубо на это ответить, я очень сильно буду воздерживаться от этого, просто, ну как бы это сказать, я понимаю, желание, вот, не знаю, себя обмануть, успокоиться, или как-то вот, что я всех хитрее и умнее вот достал за... Вот эта мембрана, которая используется в этом аппарате, стоит дороже. Что вы достали за эти деньги? А я скажу, я как-то залез на эту ссылку, вот мне прислали по прошлому ролику, ну и что это такое, да, в Казахстане выпускают. Это так называемая живая и мёртвая вода, в результате происходит вот работа катод-анноды. Причём из чего они сделаны, эти катод-анноды? Из титана покрытой платины, да фиг там. Один из алюминия, ну хорошо, в лучшем случае из нержавейки, ладно, допустим. И что, никель, другие примеси тяжёлых металлов не будут выходить при электролизе? Конечно, будут в воду. Так вот вы получите онкологию тем самым. Это преступники, кто делают такую воду, производят такие аппараты с такими этими катодом-аннодом. Мой вам совет, не имеете возможности купить нормальный аппарат, лучше никаким не пользуйтесь. Выкидывайте, делайте вот эти вот на овсе, так сказать, настойки, на пророщенных зёрнах и так далее, там, где ОВП будет действительно в отрицательную сторону идти. Только я хочу ещё раз напомнить, не одним ОВП живы. Самый важный параметр – это водород и то, что имеет уникальные лечебные свойства. ОВП плюс ко всему великолепно, потому что свободные электроны, как донор, теперь вода будет отдавать клеткам по пути своего следования. Но внутри клетки в большей степени работает с вот этими гидроксилорадикалами, а как раз именно водород. Так что, ну, не обойтись, к сожалению, в современной жизни, не имея источников уникальных с такой водой, нам без водородной воды. Это, ну, можно обойтись, но лучше нам от этого не будет. Поэтому за три копеи и пишет ещё один. Вот такое прям письмо сейчас скажу. Тоже такие люди есть. Я просто поражаюсь, вот откуда. «Получить щелочную воду», – пишет так сильно, безапелляционно, это с гордостью чуть ли не. «Путём электролиза и насытить её водородом можно так. Реакция, в скобках, каустической соды с алюминием». Ну, не идиот ли человек? Вот что тут можно сказать, а? Вот какие советы гениальные, грандиозные дают. Это как сразу вспоминаешь профессора Преображенского, и вот Шарикова, когда ему говорят, что судят человека о масштабах вселенского масштаба и такой же вселенской глупости. Вот то же самое. Ну, и онкология будет гарантирована от алюминия. Вот это алюминия, сорбируясь в головном мозге и в других частях организовать. Ну, как минимум, болезнь Альцгеймера и онкология однозначно. Это онкогенный мощнейший фактор отравления алюминием, ионами, что он пишет. Да электролиз не должен идти в том посудине, в той, где, так сказать, есть нержавейка, либо что угодно, что может выделить любой элемент. А инертен только, это, соответственно, инертна платина, поэтому вот, собственно, не из-за того, чтобы увеличить цену, применяется такая технология, то есть, когда металлы какие-то или мембраны покрываются платиной. Теперь далее. Конечно, я дам под этим видео научные статьи, ссылки. Вы посмотрите, они пока на английском, некоторые мы переведем. Некоторые видеоролики очень интересные, японские, корейские. Посмотрите, в том числе конкретно об этом приборе, тоже дам ссылку под этим видео. Что касается, значит, по заявкам. Очень просто заказать эти приборы, еще раз, на нашем сайте nadgar.ru в разделе «Доставка и оплата». Посмотрите видеоролик, как правильно делается заказ, чтобы вы не ошиблись, никаких проблем, неточностей у нас, у вас не было. Итак, посмотрите это видео. В правом углу всегда нашего сайта nadgar.ru лежит общий прайс-лист. Внизу раздел по приборам, по воде. Увидите и этот за 25 тысяч рублей, и другие. Итак, цена самая низкая, какая только может быть, и цена такая же, как на внутреннем рынке завода-производителя, то есть самой Кореи, только у нас. Теперь далее. А вот я, кстати, хочу вам сказать, что мы с этим производителем-то работаем, на самом деле, давно. Не только вот вдруг мы пайно вот стали. Мы больше уже полутора лет, два года, наверное, почти, да, работаем с ним. Ну, а это, кстати, по аж такой метр простенький в коралловом клубе брал. Ерунда. Надо брать, конечно, хороший, с отдельным электродом, который постоянно можно калибровать и так далее. Поэтому это вот для точных замеров, кого это интересует. Ну вот, спа-капсула. Великолепная гриннинг-спа-спа-капсула. Кстати, про нее наш партнер-кореец тоже сказал. Посмотрите обязательно тот ролик под данным видео, моё интервью с представителем компании. Гриннинг-спа – это великолепная капсула, в которой есть еще такой тазик, куда эта капсула вставляется. И она используется как в ванной кладется, так и руки-ноги опускаются в этот тазик под мощную генерацию водорода. В Японии уже даже официально в клиниках лечат некоторые формы онкологии с помощью термальных технологий и водородной воды. Посмотрите моё видео, которое называется «Спа-капсула. Онкология головного мозга». А также посмотрите, как на международной сингапурской выставке подошел человек, просто первопопавшийся его посадили в кресло, в сканер, палец в сканер всовывают, выводят на монитор состояние микрокапилляров кровеносной системы, видят застойные, фактически кровь почти не течет. Медленно. И как начинает дышать водород, это то же самое, что выпить водород, то есть главное, чтобы он поступил в организм. Через 10 секунд в прямом эфире вот такой прорыв идет. И раз в 15 быстрее кровь начинает течь. Вот вам простые доказательства, без всяких научных статей, что происходит. То есть, потребляя такую воду, можно сказать так, что инсульт и инфаркт, и в данный момент, как вы выпили такую воду, особенно это важно на ночь пить. Почему ночью, в основном, инсульт и инфаркт? Потому что вечером человек поел, организм окисляется, особенно вареной, жареной пищей, кровь густеет, и сердцу труднее качать. Вот начинаются эти проблемы. Либо с мозгом, закупоркой, и, соответственно, поражается определенный участок, не питающийся кислородом. Либо прорыв сосуда происходит, когда давление большое, как говорится, а кровь не проходит иногда. Это геморрагический инсульт, так называемый, бывает даже смещение мозга. Кстати, если даже произойдет такой инсульт и дать выпить вот такую воду человеку, его можно спасти. По крайней мере, не будет таких последствий, как если этого не сделать. Потому что кровь разжижается через считанные секунды после выпитой такой воды. Не минуты, а секунды. То, что вы видите вот в том ролике, можете посмотреть, кто не смотрел, и сами убедитесь. Там все в прямом эфире, это показано. И вот, что это такое. Поэтому, какие болезни, спрашиваются, применяются, при каких болезнях, от чего, тут и сахарный диабет. Великолепные результаты, все это задокументировано, есть на то, соответственно, и японские, и немецкие, и американские исследования, и автоиммунные заболевания, и онкология, в первую очередь, и так далее. Но чтобы этого всего не было, дорогие друзья, введите, я вам советую, в свой рацион самый главный фактор именно правильной воды, потому что это минимум даст 20-30 лет дополнительной жизни вам, а если в раннем возрасте вы начнете пить, то гораздо больше, там уже 50 и больше лет. Как самые жили те самые долгожители, которые вот действительно жили и 130, и 150 лет, и именно главный фактор, хотя есть другие, но главный, это была уникальная вода. И поэтому, если вы будете соблюдать, как говорится, максимально правильных мер и правил долгой и качественной жизни, начиная там от стрессоустойчивости до правильного, адекватного питания живого, до, так сказать, общения с природой и прочие, и прочие факторы, уберете негативные из своей жизни. Но добавить вот этот главный, то тогда, конечно, и это объективно, прожить можно более качественную жизнь и более долгую жизнь. Ну, а я вам желаю крепкого здоровья. Напоминаю, что по данным приборам, данные компании, великолепные вот этой Пайна и другим приборам, обращайтесь, пожалуйста, непосредственно к нам. И сайт я сказал, все сказал, пишите письмо в любой город страны и любой город мира, будь то вы в Австралии или в США, в Канаде, мы вам отправим эти приборы, никаких проблем. Как это и делали раньше, как это и будем делать дальше. Ну, на этом я хочу попрощаться и пожелать вам крепкого здоровья, ну и знаний. Смотрите мои видеоролики, подписывайтесь на мой канал, на рассылку обязательно в блоге моем юфролов.блога. Подпишитесь, потому что тогда будут вам приходить новые сведения, какие-то новости, новинки. Это будет вам, я думаю, не безинтересно. Всего вам самого лучшего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok